Поздно вечером, в понедельник, мне позвонил крайне расстроенный директор музея-заповедника Хмелита Виктор Евгеньевич Кулаков и попросил приехать и заснять то, что случилось на Богородицком поле в ночь с 23 на 24 августа. Виктор Евгеньевич, я, конечно, понимаю, сколько вложено вами труда, чтобы открыть мемориал. И, конечно, понимаю все ваши чувства, когда вы вчера приехали сюда и увидели вот это. Ну, это варварство, это какая-то совершенная дикость. Я должен сказать следующую вещь. Прежде чем приступать к строительству, надо решить, кто будет охранять и кто будет эксплуатировать. А об этом никто не думал. И сейчас это нет. Сейчас. Потому что здесь нужно, я уже обсуждал это со специалистами, здесь нужно как минимум 6 человек охраны. Надо охранять территорию. Но тут, конечно, никакой охранник бы ничего. Че он, ну и что, что он, он бы переехал через охранника и все. Вот это вот случай вандализма. Виктор Евгеньевич, и теперь что нужно сделать, чтобы, как говорится, восстановить, привести в нормальное состояние? Ну, во-первых, нужно, какие-то деньги нужно истратить на это дело. Это требует, потребует каких-то усилий. Но с подрядчиком мы говорили, он справится с этой проблемой. Он должен мне сказать сумму ущерба. Он завтра, видимо, приедет сюда и напишет заявление в милицию, укажет сумму ущерба. Пускай его, если машину сумел купить, то пускай сумеет и выплачивать ущерба. Я думаю, 1300 вот это. Но вообще, я хочу сказать, это, конечно, дикость, правда? Дикость, полнейший. Ну, что это? Ну, одно место, вот сделали, и вот, и вот. То есть, вы понимаете, что это же, видите, может все, как говорится, повториться, если опять кто-то из пьяных водителей заедет, может спокойно заехать сюда, правильно? Ну, конечно. Так они на мотоциклах гоняют, вон, где шпиль стоит. Они на мотоциклах там гоняют. И никакой, тут никого нет. Вот надо, главное, охрану. Охрану и несколько человек на обслуживание. Чтобы траву, ну, снег будет, будет зима, будет снег чистить и так далее. За этим совсем нужен уход. Это обязательно нужно. А нам присылают бумагу, мы на 3% должны сократить численность. Виктор Евгеньевич, это будет вот все финансироваться из какого бюджета? Я думаю, что из областного. А вы вообще вопрос поднимали это перед областным руководством? Конечно, поднимали. И даже когда было открытие, я разговаривал с Ольгой Владимировной Окуневой и говорил, надо обязательно вопрос этот решить. Я все-таки думаю, что вот эта история, которая разыгралась здесь на Богородском поле, она даст определенный толчок, чтобы вот этот вопрос об охране этого мемориала решился. Ну, наверное, я думаю, наверное. Как видим, нет никакой гарантии, присуществующей на сегодня ситуации, что подобное не повторится. К сожалению, после торжественных открытий различных аллей памяти, перезахоронения останков погибших воинов, забывается главное. Достойное содержание этих памятных для многих мест. Об этом наш разговор в ближайших передачах.